Трое претенденток из числа бобруйских тёщ боролись за титул «Золотых». Пели, читали стихи, представляли на суд жюри кулинарные изыски, рассказывали о своих детьях и всячески их восхваляли. Каждая участница подошла к заданиям творчески и с юмором. Бобруйчанки соревновались между собой в четырёх номинациях – оригинальная, талантливая, модная и хозяйственная тёща. Тёщи, как правило, в возрасте, имеют не одного зятя уже, хороший запас жизненных знаний. Поэтому, конечно же, приглашаем, чтобы не поделились. У кого-то, может быть, появятся какие-то идеи, и появится, может быть, новая семья, или, может быть, придёт и будет помириться с дятем. По итогам конкурса самой хозяйственной и золотой тёщей была признана Лариса Дудко. Женщина по профессии инженер-технолог. Сейчас на заслуженном отдыхе, но ведёт активную жизнь, участвует в художественной самодеятельности, занимается внуками и очень любит своего зятя. Что значит быть тёщей? Это ответственность, конечно, чтобы красиво выглядеть перед зятем, советы какие-то давать. Хотя у меня зять очень хороший. Всё умеет. Мы с ним всегда делимся друг с другом рецептами, хозяйством. А вот Марина Каримова получила звание самой оригинальной тёщи. К слову, у неё целых два зятя, с которыми она живёт душа в душу и старается им во всём угодить. А ещё быть для них современной и самой лучшей. Хоть я сама живу в деревне, хоть забот очень много, но мы как-то и с женщинами, и с своими подругами, и в город выезжаем, и в конкурсах кое-каких участвуем, хоть и редко, но как-то стараюсь. Звание самой талантливой и модной досталось Нине Кривцовой. Сам же конкурс – очередное доказательство того, что можно быть не только прекрасной мамой, но и тёщей. А ещё в золотые годы оставаться полной сил и вести активный образ жизни. Людмила Любимцева, Максим Галёнко, Бобруйск, 360.